В этом видео я хочу показать, как установить движок WordPress на хостинг. В прошлом видео я показал, как установить на данный хостинг движок Joomla, а сейчас прошу любить и жаловать движок WordPress. Подробнее в этом видео. Если вы смотрели мое предыдущее видео о том, как установить Joomla на хостинг, и хотите сейчас потестить и также установить движок WordPress, то не забудьте почистить базу данных и почистить файлов и папок корневой папки вашего домена, так как мы будем устанавливать в ту же директорию все файлы. То есть перейдите в менеджер файлов, перейдите в папку www, перейдите в ваш домен, и здесь все выделите и нажмите удалить. Также перейдите в базу данных, выделите базу, нажмите перейти, вас перебросит phpMyAdmin, зайдите в базу и здесь все тоже удалите, потому что для WordPress будем создавать свою базу данных. Рекомендуется качать WordPress официально с официального сайта root.wordpress.org, переходите на этот сайт, нажмите на кнопку «Получить WordPress» и качайте последнюю версию, на данный момент запись урока 4.9.8. У меня она уже скачена и давайте продолжим. Для начала закачаем движок WordPress на хостинг, переходим в менеджер файлов, далее переходим с вами в папку www, нам нужно попасть в корень нашего домена, переходим в наш домен и сюда нужно загрузить архив с WordPress. Нажимаем здесь «Закачать», выбираем файл с компьютера, находим на компьютере движок WordPress, архив, выделяем, открыть и нажимаем «Ок». И ждем, когда движок загрузится на хостинг. Итак, движок загрузился, выделяем его, теперь нам нужно его распаковать. Нажимаем вот здесь на кнопку «Извлечь», подтверждаем 200, «Ок». Архив выделяем, он нам здесь больше не нужен, нажимаем «Удалить». Но весь движок с сайта WordPress у нас как бы еще во вложенной папке WordPress, то есть это уже не корень, нам нужно зайти в эту папку, здесь мы увидим как раз-таки корневой каталог всего движка WordPress. Выделяем с зажатым шифтом все файлы, нажимаем «Копировать», выбираем в структуре папок, кликаем по нашему домену и нажимаем «Ок». Итак, если мы пройдем в наш домен, видим, что в корне все файлы у нас находятся, а папку WordPress выделяем, а нам здесь больше не нужна. И также ее здесь удаляем. Далее мы обращаемся к нашему домену в адресной строке, я обновляю страницу и вижу первую страницу установки WordPress. Нажимаем здесь «Вперед». Здесь нам нужно прописать данные базы данных. Если вы не знаете, как создать базу данных, посмотрите мой предыдущий урок. Имя базы данных. У меня это Федор. Имя пользователя. У меня тоже Федор, у вас свое название. Пароль к базе данных. Проставляем. Имя базы данных. Localhost оставляем. Префикс таблицы я рекомендую здесь изменить. Поставить любые другие, например, две английские буквы. Это нужно сделать в целях безопасности. То есть две английские буквы и нижнее подчеркивание оставляем. Нажимаем «Отправить». Все в порядке. Система WordPress нам говорит, вы успешно прошли эту часть установки. Нажимаем «Запустить установку». Название сайта. Так как я тестирую хостинг, я называю сайт «Демо». В любом случае, все эти данные можно будет изменить из админки WordPress. Имя пользователя. Я, конечно, не рекомендую выбирать админ, но если это демо-сайт, можно оставить. Пароль нам сразу система предлагает сложный. Это правильно. Но если, как я уже говорил, сайт демо, я беру простой пароль. Но для этого нам нужно поставить здесь чекбокс, что мы хотим использовать слабый пароль. Проставляем email-адрес и нажимаем «Установить WordPress». Поздравляем, WordPress установлен. Нажимаем «Войти». Итак, прописываем логин и пароль от входа в админку WordPress вашего сайта. «Войти». И попадаем в админку WordPress. С чем я вас и поздравляю. Также можно перейти на сайт и посмотреть дефолтный шаблон WordPress. Видим, что все хорошо, никаких ошибок нет. У нас все работает. Продолжение следует...